Кряк-бряк. Значит, мой репетитор в начале войны стал пропагандистом, причём националистическим. Я решил, по вашему примеру, изучать пропаганду его и дружественных ему каналов. И от потока глупости, какого-то ГБшного мышления, зашоренность, у меня мозги плавили. Но вы же изучаете пропаганду десятилетиями, любимое радио КПСС пропагандистское. Как вы не сходите с ума от такого потока фальши? Ну, пропаганда – это такой особый вид деформации информационного потока. Там очень мало глупостей. Это всё-таки разные потоки информационные. Пропаганда американских демократов и российская пропаганда. Разные установки иногда пересекаются. Есть общая, так сказать, часть. Есть совпадения. Много совпадений. Но глупостей там очень много. Я считаю, что российская пропагандистская кампания более изощрённая. Она использует методы, если бы их использовали в Соединённых Штатах, и это обнаружилось бы, это были бы страшные скандалы. В России его в начале пропагандистской кампании в 2004 году, в 2005, там 25-й кадр даже использовался. Ну, это такой, знаете, ну, совсем примитивный способ воздействия на подсознание. Когда человек смотрит передачу, 25-й кадр уже не различает, естественно. Вот. Но подсознание это видит. И он ложится в памяти человека и влияет на его мотивацию. Американцы это не используют. Не используют многие технологии, вот очень современные, которые стали развитием вот этого нейролингвистического программирования. Они побаиваются, насколько я понимаю, использовать это. Ну, а в России нет никаких ограничений правовых, законных. И это технология внушения, сугестивные технологии. Они очень широко используются, и мы с вами видим результат. Значительная часть общества, ну, как сам нам было, так сказать, внушенные, загипнотизированные, повторяют установки пропагандистской кампании. Я читал в фейсбуке чей-то пост, там, отец и сын, значит, ушла их мать, и отец заперся в комнате, и в течение нескольких месяцев смотрел телевизор. И когда сын начал с ним общаться после вот этих месяцев, он понял, что, имея дело с человеком, в сознание которого внедрены вот некоторые установки, он не способен объективно анализировать то, что он слышал, причем он отрицал сам факт вот этого внушения, сам факт того, что он постоянно смотрел телевизор, находился под воздействием этого аппарата, этой технологии, этой пропагандистской кампании. Вот. Это в Соединенных Штатах, это, конечно, незаконное явление, пропагандистская кампания. Я надеюсь, что когда-нибудь это будет расследовано. в свое время, вот в тридцатые годы в Соединенных Штатах пропагандистская кампания присутствовала там в разных формах, но это, конечно, были, по сравнению с сегодняшним днем, это были очень примитивные формы пропаганды и слабо воздействующие. Вот. В Соединенных Штатах, даже при том, что вот 90 там или больше процентов самые крупные средства массовой информации участвовали в этой пропагандистской, антитрамповской, антидемократической, антиреспубликанской пропагандистской кампании, все-таки оставались информационные средства, интернет оставался, оставалось, знаете, такое самосознание американцев, которые защищаются от потока пропаганды. Просто имеет, так сказать, возможности, силы и убежденность не верить пропаганде. И тут был даже я по своему любимому пропагандистскому, демократическому радио, слушал передачу о том, что пропагандой на самом деле занимался Трамп в 16-м году. Значит, как же он мог бы победить, если бы не занимался пропагандой? И журналист вывел такую формулу, что эта пропаганда была вопреки действиям свободолюбивых вот этих крупных средств массовой информации, которые все работали на демократов. Были же еще региональные средства массовой информации, которые убеждали американцев в вещах противоположных. технических Вот это удивительное заключение такое было. Так что очень мало там глупостей, очень мало. Очень много цинизма, очень много технологий, установки жестко в России, это просто экспертные группы высокого уровня, взаимодействующие друг с другом, разные экспертные группы в спецслужбах в том числе. Один из экспертов, когда еще я собирал эту информацию в России, говорил о том, что который помогал собирать информацию, говорил о том, что мы занимаемся очень опасным делом. Мы фактически, поскольку объектом исследования являются спецслужбы российские, хоть и вот в этой узкой области пропаганды, но спецслужбы, мы фактически занимаемся разведывательной, шпионской деятельностью. И это очень опасно. И сроки могут быть очень большие, если дело дойдет до сроков, потому что в некоторых случаях российские спецслужбы просто проводят уничтожение таких групп, таких их противников. И я готов это подтвердить, потому что исследовал вот уничтожение этой группы Вороненкова, которая проводила расследование коррупции ФСБ. вместе с черкесовым они открыли вот этот гнойник, который видимо его часть Дувайкита, но на самом деле там речь шла о сотнях миллиардов долларов товаров, которые шли мимо подборки. Спасибо.